Действия правительства ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального – грубая враждебная провокация против России. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном после того, как в ведомство был вызван посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр. В заявлении отмечается, что вся ответственность за последствия ситуации с Навальным ляжет на правительство ФРГ и ее союзников по НАТО и ЕС. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неподобающим отношению ФРГ к официальным запросам со стороны Генпрокуратуры РФ. Правительство Германии, в свою очередь, напомнило, что перенаправило запрос ведомством Берлина и в этой связи не может сказать, когда там на него дадут ответ. Власти ФРГ сообщили также, что передали результаты проп Алексея Навального экспертам организации по запрещению химического оружия. В начале недели в Кабмине ФРГ заявили, что могут поменять свою позицию по строительству газопровода «Северный поток-2» в зависимости от дальнейших действий России. А канцлер Ангела Меркель не исключает введения санкций. Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что «Северный поток-2» не только проект Германии. В нем принимают участие 100 компаний из 12 европейских стран. И это нужно учитывать при рассмотрении вопроса. Мы не должны позволить этому конфликту стать двусторонним. Здесь должна идти речь о совместном европейском ответе». Состояние Навального на днях улучшилось. Его вывели из медицинской комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. В берлинской клинике Шарите сообщили, что долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить. Немецкие эксперты утверждают, что в организме Навального обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи настаивают, что причина болезни кроется в нарушении обмена веществ.